Плохая новость для коммунистов. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Альтернатива.орг. Статья за 31 марта 2020 года. 2. Чтобы аппарат не поддавался органически ему присущим порокам, над ним постоянно должен висеть домоклов меч репрессий. И не просто висеть. К этому тоже привыкают и перестают обращать внимание на прямую явную угрозу, если она регулярно не срабатывает. Так люди регулярно селятся у подножия вулкана, быстро забывая об уже неоднократно уничтожавшихся на этом месте, но не у них на глазах, в селениях. Головы должны были периодически падать с плеч. Пока власть и авторитет Сталина не были еще абсолютны, головы падали чаще. На войне тоже основные потери армия несет, пока не достигнут перелом, затем уже больше теряет враг. Затем можно было ограничиться периодически дозированным кровопусканием, но аппарат должен был постоянно помнить, что наказанием не только за преступление, но и за ошибку может оказаться арест и даже расстрел. Только тогда он будет в руках руководителя тем гибким и одновременно мощным оружием, которое было надо Сталину. Таким образом, сталинские репрессии были вполне обоснованными с точки зрения политической целесообразности, а нереальной вины репрессированных, среди которых были и виновные, и ни в чем не виноватые. Просто их обоснованием была необходимость сохранения работоспособного аппарата, способного удерживать власть вопреки логике исторического процесса, а отнюдь не борьба за власть и не паранойя Сталина. И личностный фактор, характер Сталина и фактор борьбы к концепции развития страны в рядах старых большевиков были сопутствующими факторами. Но если бы их не было, репрессии все равно были бы. Они начались до Сталина и закончились после него, хоть большая их честь объективно припала на его правление. Нет ни одного большевистского вождя, который принципиально выступал бы против репрессий. Борьба шла лишь за то, кто будет репрессировать, а кого будут репрессировать. Народ же, в соответствии с реально описывавшей ситуацией формулировкой «лес рубят, щепки летят», получил свою долю репрессий, просто потому что нельзя жить в обществе и быть свободным от его правил. Если репрессивный аппарат начинает работать, он подходит к делу глобально, не разбираясь, где старый большевик, где крестьянин, а где настоящий пролетарий. В хрущевскую эпоху аппарат добился гарантии отказа от политики репрессий, а для надежности все ее реализаторы при Сталине были уничтожены физически или надолго упрятаны в тюрьму. Последняя волна репрессий. Но как репрессии, так и привилегии, будучи первоначально применены к верхушке, быстро распространяются на все общество. Результатом стал отказ уже брежневского руководства от диктатуры пролетариата и переход к общенародному государству. При этом в СССР пролетариата как такового, которому нечего терять кроме своих цепей уже не было, советским заводским рабочим очень даже было что терять. По своему месту в обществе они занимали позицию американского среднего класса. Конечно, качество жизни у них было похуже за счет более низкого качества советских товаров и перманентного дефицита. Но по уровню заработка, обеспеченностью жильем, возможности вступить в партию и начать политическую карьеру они далеко обходили среднего интеллигента, уступая лишь узкой прослойке заслуженных народных, а также крупным ученым. Зарплата фрезеровщика или токаря 4 или 5 разряда на киевском заводе «Арсенал», где мне довелось полтора года с сентября 1982 по май 1984 года поработать перед армией, была сравнима с зарплатой кандидата наук доцента республиканского вуза или армейского полковника. Жилищное строительство для своих рабочих заводы, в отличие от библиотек и музеев, вели сами, поэтому рабочий получал жилье в среднем за 4-5 лет, в то время как интеллигент мог ставить в очереди все 25-30 лет. Таким образом, уже в позднем СССР пролетариат в своем классическом виде растворился в общенародном государстве, а в нынешнем же мире его нет в принципе. В странах передовых он давно уже является составной частью среднего класса, а в странах отсталых не возник и уже не возникнет, поскольку они интегрированы в глобальную экономику, и развиваясь выстраивают у себя ту же модель, что существует в развитых странах. Гипертрофированное значение придается сфере услуг. Нет страны, которая не мечтала бы стать туристической Меккой. И если в стране и развивается промышленность, в основном за счет переноса предприятий из развитых стран, то опыт Японии, Республики Кореи, Китая, государств Юго-Восточной Азии показывает, что после сравнительно короткого периода жестокой эксплуатации промышленных рабочих начинается период быстрого роста зарплаты и интеграции их в тот же самый средний класс. Этого требуют интересы бизнеса. Предприятиям для устойчивости необходим внутренний рынок, а рынок – это в первую очередь платежеспособные покупатели. Но большая часть третьего мира, куда благополучно интегрировалось значительное число постсоветских государств, просто нищает, получая не пролетариат, а деклассированных маргиналов. Именно поэтому все перевороты в третьем мире приводят к власти либо военных, либо крайних правых. Обычно это совмещается. Но даже если к власти приходят леваки, это не избавляет страну от полицейского режима, меняя только его идеологический признак. Происходит это потому, что маргиналы органически не способны воспринимать конструктивные программы, даже такие утопичные, как построение коммунизма в отдельно взятой крестьянской стране, или прыжок в коммунизм прямо из феодализма. Для маргиналов естественным желанием является все отнять и поделить. Они не желают пробиваться к благополучию, а стремятся унизить благополучных, опустив их до своего уровня. А богатей с их точки зрения. Любой, кто опрятно одет и получил хоть какое-то образование. Поэтому красные кхмеры уничтожали все городское население, определяя классовых врагов по таким простым признакам, как очки и европейский костюм. По этой же причине победившие на Украине маргиналы спокойно относятся к тому, что 95% населения не знает и никогда не будет знать того, что называется литературным украинским языком, используя сельские суржики, лишь бы они литературным русским не пользовались. Они готовы уничтожить собственное государство, лишь бы оно не стало русским, не присоединилось к России, а именно не стало русским. Пусть бы даже это русское государство Украина с Россией жестко конкурировало. Они также ненавидят русскую культуру, как просто культуру города, как красные кхмеры ненавидели очки и шляпы. В результате исчезновения пролетариата в мировом масштабе де-факто исчезли и марксистские коммунистические партии. Единственная оставшаяся, кубинская, постепенно также перестраивается. Этот процесс начался еще при Фиделе, завершится после Рауля. Корейские чучхиисты являются скорее формой националистической, традиционалистской наследственной диктатуры, чем наследниками Маркса, а компартия Китая, одной из первых, начала перестраиваться на буржуазные рельсы, еще при Дэнь Сяопине. Сегодня подавляющее большинство компартий мира, за исключением малочисленных, никому неизвестных догматических кружков, является либо ревизионистскими соглашательскими образованиями, де-факто встроенными в буржуазные государства социал-демократами, либо фашистствующими леваками. Первые пытаются опереться на оппозиционные слои среднего класса и вписаться в классическую систему чередования у власти буржуазных партий, риторически более левых с риторически более правыми. Вторые рассчитывают на революционность маргиналов, подбивая их к бунту, на волне которого рассчитывают захватить власть, не скрывая, что удерживать ее собираются при помощи жесткой диктатуры и массовых репрессий. В этом отношении они ничем не отличаются от права и леволиберальных партий. В России, например, многие левые, в том числе те, которые называют себя коммунистами, оказываются на одних митингах с правой оппозицией, а их пропагандистская борьба с властью неотличима от аналогичных действий правых ни по форме, ни по содержанию. Спор между левыми и правыми идет лишь о том, кто перехватит власть за 5 минут до 12. Так и Гитлер за власть с Рэмом боролся, не гнушаясь организаций для бывших соратников, ставших конкурентами на очи длинных ножей. И Ленинская гвардия, благополучно уничтожив всех союзников по Октябрьскому перевороту, в конечном итоге извела сама себя. Правила революции, пожирающей своих детей, сформулированная в 18 веке, никто не отменял. И относится оно к любой революции – к буржуазной, социалистической, фашистской. Все они отличаются друг от друга лишь идейным наполнением, а механизмы работают одни и те же. Более того, как показали последователи Джина Шарпа, и в этом заключается их новаторство, механизмы продолжают эффективно действовать вообще без идейного наполнения, причем действуют тем эффективнее, чем сильнее маргинализировано общество. В анчурии, списанной о Генри с латиноамериканской натурой начала 20 века, маргиналами были все от последнего нищего до президента, потому и революции там происходили по щелчку пальцев. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Альтернатива.орг Плохая новость для коммунистов. Часть вторая. Окончание следует.